Дорогие друзья, мы продолжаем вечер ММА в Екатеринбурге. Представляю вам трехраундовый бой в среднем весе до 83,9 килограмма. В синий угол октагона встречает и бойца из города Уссурийск Александр Чимаев. Ну что друзья, продолжается турнир RCC Intro 29 и на ваших экранах сейчас появится Александр Чимаев из далекого города Уссурийска. Приехал в Екатеринбург представлять бойцовский клуб мужества. 9 профессиональных боев, 5 побед, 3 поражения, 1 ничья. Начал свою карьеру профессионал в 2020 году после довольно обширной любительской карьеры на большом количестве турниров. Выступал по любителям, дрался, кстати, с Андреем Пуляевым, которого мы увидим в следующей паре бойцов. Успел зацепить практически все топовые организации по ММА в России. Подрался на, дебютировал, точнее, практически второй свой бой. Второй свой профессиональный бой провел на AMC Fight Nights, потом подрался на OpenFC. На некоторое время ушел в такую более домашнюю для себя дальневосточную лигу МФП. Там забрал победу и проиграл на их совместном турнире с OpenFC. И вот теперь дебютирует в RCC. В марте последний раз дрался Александр Чимаев, тогда как раз-таки проиграл в первом раунде. Посмотрим, как покажет себя сегодня 31-летний представитель Уссурийска. Но не сдались, маленький темный катарсис. В холодных обитаем местах здесь. Но однажды наступит весна здесь. Сегодня, возможно, как раз тот день. Время первое. Время смело. Время для тех, кто всеми руками берется за дело. Время первое. Время смело. Время поднять свою голову вверх, вверх, в небо. Вверх, в небо. Вверх, в небо. Время поднять свою голову вверх, вверх, в небо. Вверх, в небо. Вверх, в небо. Время поднять свою голову вверх, в небо. Красный угол. Встречает и бойца из Екатеринбурга. Максим Лила. Аплодисменты. Аплодисменты. Не стал долго засиживаться и буквально еще через 3 месяца, а это уже в сентябре, провел свой третий профессиональный поединок, где также одержал победу, но уже досрочную в первом раунде за досрочность своего соперника приемов. После чего взял такую, скажем так, паузу подлиннее и провел поединок в начале 2023 года, в январе 2023 года и тогда достаточно успешно финишировал своего соперника. Хаяла Исимбоева уже во втором раунде и добил его тогда в партере. На Ту получил право выступить на большом турнире RCC 15 и, к сожалению, для себя уступил тогда студийским решением Джакуру Тугумбаеву, которого мы, кстати, не раз уже видели тоже на наших турнирах. В предыдущем турнире он вновь выступал. Максим Уилов сейчас выходит, я думаю, с огромным желанием закрыть это поражение и видим мы его уже в клетке. Дамы и господа, представляю вам соперника. В синем углу боец из города Уссурийск. Ему 26 лет, рост 180 сантиметров, вес 84 килограмма, 350 граммов. Профрекорд 9 боев, 5 побед, 3 поражения, 1 ничья. Представляет бойцовский клуб «Мужество» Александр Чемаев. Его соперник в красном углу из города Екатеринбург. Ему 29 лет, рост 175 сантиметров, вес 83 килограмма, 950 граммов. Профрекорд 5 боев, 4 победы, 1 поражение представляет бойцовский клуб «Архангел Михаил Максим Лилов». Рефери боя Георгий Томоев. На середину. Так, парни, вы профессионалы, правила вы знаете, правила не нарушаем. Слушаем внимательно команду рефери. Пожали руки. Удачи обоим по углам. Ну что, друзья, все готово. Максим Лилов, Александр Чемаев. Повыше, да. Чемаев, чуть помладше. Максима уже 29. Ну и, наверное, так, немножко так поопытнее в количестве поединков, но, в принципе, не существенно. У Чемаева 9, Лилова 5. Как пошел вперед Лилов. Отличный старт для Максима. Решил долго не ждать. Хорошо там попал. Но тут в клинче уперся в соперника пока Максим. Видим Артура Караваева, Андрея Чичулина в углу у Максима Лилова. Отличевал сейчас Лилов здесь у сетки своего соперника. Старается. Много сил может потратить. Но подсетка уверенная, хорошая от Максима Лилова. Попытается сейчас, возможно, обойти ноги. Лилов, оказывается, пока сейчас просто в боковом таком контроле. А мне кажется, намеревается тут Максим перейти в маунт. Ну видно, но там, смотри, там одну руку максимально плотно клинчует Чемаев. Да, он понимает, что зуда запускать соперника ему ни в коем случае нельзя. Ну вот одну ногу перепрыгнул Максим, но соперник сориентировался. Оказался, пытается закрепиться здесь Максим. Александр старается выбраться отсюда. Максим старается его здесь зафиксировать. По корпусу начинает отрабатывать Лилов сразу же. И вот задача, да, просто не залеживаться. Чемаев там тоже коротенький лёг. Очень такая позиционная борьба. Огромное количество черновой работы. Очень много силы, да, тратят. Они стараются подняться в любой момент. Второй старается здесь его зафиксировать, ничего не дать сделать. Хорошо, Лилов отрабатывает двумя ударами слева, сверху. Так, очередная попытка в боковом контроле закрепиться от Лилова. Не хочет, естественно, туда пускать соперника Чемаев. Первый раунд. Ребята, ещё полны сил, конечно же, здесь. Вновь так в Хавгард, там на секундочку попал Лилов, но сразу поднялся. Начинает отрабатывать, да. Максимально такой ущерб он нанести. О, хорошо. Не дало подняться Максим. Попытка пройти в одну ногу, но нет там. Ничего не получилось у Максима. И пока у нас такая позиционная борьба. Снова пока только зафиксировал здесь у сетки. Да. Александр Чемаев старается работать там коленями, при этом пока из этого положения как-то не уходит. Лилов, мне кажется, больше за тейкдауном здесь охотится. А рефер Георгий Томоев напомнил, что за сетку хвататься запрещено. Ждут, ждут, ждут момента. Возможно, будет попытка перевести там пардер. Попытка коленом пробить от Чемаева. Неплохо, так очень опасно, когда уже ковал Чемаев. Хороший лук кик от Вылова. Уверен, как было у Чемаева, что Вылова уже устал. И призывает его работать. Бей справа, бей жёстко. Разменялись. Не очень точно, но очень опасно. Ох ты! Пошли рубиться. Боковыми там разрядились ребята. Такой очень стратегический пока бой. Да. Излишнее движение. Но вот тут правый через руку у Лилова прошел. Продолжает вроде так идти больше вперед здесь Чемаев. Но у Лилова такое ощущение, что заряжен в любой момент контратаковать. Вот так, например. Ой, размахайки какие страшные. Первый попал, две другие мимо были у Лилова. Но и первого так достаточно хватило. Там Чемаева, чтобы разорвать дистанцию. Это Лиловский контрит. Пойдет ли кто-то за тейкдауном в концовке? Плотный лук. Плотный голень. Есть ощущение, что... А я хотел сказать, Чемаев пойдет. А вот я и не угадал. Слова, пожалуйста, варьковый сна третий. Сложил буквально соперника Букспартер. Пару лококов. Локтябре отработал. Колено в корпус. И мы ждем второго. Я понял. Другого не будет. Вдох, выдох. Вон, что? Что? Другого не будет. Слова. Слова. Вдох. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Судьи внимательно. Боец, боец. Второй раунд. Бой! Ну что, раунд номер два. Посмотрим, кто лучше восстановился за минутный перерыв. Вновь так размашистые атаки с одной и другой стороны. Ребята крепко сбитые, бьют тяжело. Вновь выбов начинает немножко тянуть на себя. Чимаев старался был идти вперед. Лоу-киками справа и тот, и другое время от времени друг друга так взбодряют. Чимаев пугает, я бы сказал. Интересно так вот с шагом бьет очень далеко Чимаев, но есть ощущение, что дистанцию не чувствует. Очень часто мимо пролетает. Да, не точен. Хорошо. Лоу-киками переводит. Снова переводит, так же, как в предыдущем раунде. В концовке прошлого раунда у него все очень здорово получилось. Там только время закончилось, и за счет этого поднялся Чимаев, уйдя на перерыв. А сейчас может и продержать здесь Лоу. Чимаев пытается там выдернуть Чимаев руку чужую, но не получилось. А здесь, ну нет, не хватило. Чимаев сразу старается подняться, но при этом остается на колени. Колени в бедро. Колени в бедро. Отрабатывает Лоу-уилов. Плотно. Плотно, плотно, плотно. Начинает пробивать туда Лоу-уилов. Чуть-чуть не пониже перехватить. Как только движуха пойдет, сразу пониже перехватывайся. Чуть-чуть вниз. Буквально в своем углу находится сейчас Максим Лоу-уилов. И слышит все подсказки своих секундантов. Уверенно, аккуратно отрабатывает. Андрей Чучулин там ведет каждое движение. Подсказывает, когда нужно будет пройти. И попытаться перевести в парток. Пока отбивай эту ногу. Отбивай, отбивай ему эту ногу. Неплохие андеркуки от Чемаева. Разворачивает он Лоу-уилова к сетке. Тут же пытается подключить колено слева. И плечо туда же. Еще один удар плечом здесь от Чемаева. На выходе из клинча неплохо проатаковал Чемаев. Пошел бороться Лоу. Успешный тейкдаун. Контролирует ногу соперника здесь Чемаев. Маунт будет очень сложно просочиться. Но сейчас, я думаю, Чемаев попытается, попытается какую-то создать ситуацию. Улучшить лазейку, чтобы выбраться отсюда. Ну да. Максим, прямо положи хорошо на человека. Положи таз, пожалуйста. А остальное все руками. Очень вежливый Андрей Чучулин. Да. На человека положи таз, пожалуйста. При этом все, да, по делу. Правую ногу туда подсовывает под своего соперника здесь Чемаев. Возможно, будет в ближайшее время, да, защищается. Попытка выбраться отсюда. Так, создать амплитуду. Не дать себя законтролировать. Максим пытается не выпустить. Не дать себя прижать. Не выпустил Лоу. Одну ногу в процессе обошел. Практически в хавгарде он находился. Секундочку, но опять нет. Очень важен контроль для того, чтобы осуществить какой-то, выйти на какой-то прием. Ну или все-таки даже... Или гранд-н-паунд строить. Подсказывают Чемаеву из угла, что Лулах устал, но другой вопрос, не устал ли самых подопечных. Да, потому что когда ты находишься внизу, а еще на тебе лежит твой соперник. Тебе приходится выворачиваться. А еще он наносит по тебе удары постоянно, да. Большой там нах может быть. Призывает к активности здесь рефери. Вот, спокойно, 40 секунд. Тот отжимает сразу тазом ниже. Не дают, не дают постоянно. Не дает, точнее, здесь Максим Лылов ни секундочки. Не дает пространства. Постоянно оказывает активность. Особенно после того замечания, такого, скажем, призыва к активности от рефери. Хорошо отрабатывает Лылов. Для него, в принципе, это такая, достаточно удобная атакующая позиция. Ну и безопасная, наверное, на данный момент. Здесь нужно просто побольше ударов. А вот там уже пытается обойти, но недавно. Он попадает буквально в засчитанные секунды. Пара ударов от Лылова, и мы ждем третий раунд. Макс, в том же ключе, в том же ключе. Ручки так же пособраны, понял? Так же, так же в корпус. Секунданцы покинули. Быстрее. Судьи, боец, боец, третий раунд, бой! Раунд номер три. Максим Лылов, Александр Чемаев. Продолжаем смотреть этот поединок. Ух ты, опасный размен на средней дистанции. Бросается там вперед с еще одним боковым Чемаев, но не почувствовал дистанцию до конца. Промахнулся, мне показалось. Здесь вот ушел от удара Чемаев. Да. Предсказуемо, но успешно так пытается забрать ноги пока своего соперника. Когда Максим Лылов под две ноги не получается, будет ли переходить под захват за одной ноги. Ну, пока просто контролирует бедра соперника. Вот под одну перехватывает. Под одну перехватывает. Да, там старается освободиться. Возьми шейку, возьми шейку. Забрать шею рекомендует здесь секунданты Чемаеву. Оба бойца теряют очень много сил, а рефер призывает к активности. Минута. Третьего раунда уже позади. Вновь попытка пройти в две ноги здесь от Максима. Попытка подсказывает, да, заправь ногу между ног прям своего соперника. Это для Максима Лылова. Давай, давай, шире. От Чемаева не прав, подняться. Шире ноги. Шире, шире, шире ноги просят от Чемаева, чтобы максимально не дать пройти в две ноги. Будет попытка, видимо, от Максима там уйти. Опять захват одной ноги. Нет, нет. О, колоссальная, конечно, сила сила братья. Но бросает здесь даже канвас Лылова своего соперника. Локоть сразу сверху старается подключать для Чемаева. Потому что Лылов очень много сил потратил вот на этот перевод. С трейкдаунами проблем нет сегодня у Максима. А вот с развитием событий в парте чуть-чуть потом буксует. Дальнейшим здесь работает. Но вы видели во втором раунде, что не просто, а точнее не то, что не просто, не получилось там подняться у Чемаева. Понимается, Чемаева. Вот сейчас может что-то случится. Максим его пытается не дать. Так, спину забрал Лылова. Ноги не заправлены. Почему-то. Так, первая пошла. И на него просят здесь, да, возможно, немножко попытаться перевернуть здесь соперника. Прекламируйте. Правым плечом вперед сразу не делай. Макс. Бей, 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 работай, Макс. Руку Диндарь, руку Диндарь. Тяжело уже дышит Лылов. Ну, большое количество боевых действий. Замок закрыл, все. И при этом, вот так вот потихоньку, потихоньку, но Лылов добился своего. Замок закрыл. И сейчас вот в такой опасной позиции, в принципе, может показывать определенную активность. То есть он может и наносить удары, как вот сейчас. Короткие вот эти, да. А их из-за спины вообще не видит Чимаев. И как только дернется Чимаев, сразу освободится возможность для того, чтобы его душечку просунуть. А там уже левую руку пытается заправить подбородок. Не дай засунуть руку. Подсказывают секунданты. Это очень важно сейчас для Чимаева. Потому что если Лылов... Так, свалил. Тут Макс и соперник в другую сторону. Но опять же меньше двух минут остается. И вот в этом положении угрожает то приемом, то нанося постоянные удары. Лылов может находиться до конца этого боевого отрезка и до конца всего поединка. Неплохой там замок, но вот как будто вот эту ногу, которая фиксирует захват, нужно было вывести наружу и совсем, совсем замок застегнуть. Но при этом смотри, Чимаев, не старается разорваться. Да, зашла рука тем временем, потому что прием, вот люди по всему. И сдача! Так, беда Макс и Малулова приемом в третьем разу. И закрывает он свое предыдущее поражение. Молодец, умница, умница, умница. Дорогие друзья, прежде всего аплодисменты бойцам. Итак, рэфери остановил поединок на третьей минуте сороковой секунды третьего раунда. Победу удушающим приемом одержал Максим Лылов. Он также получает специальный бонус от телеканала «Удар» и от «РСС» за удушающий прием. Аплодисменты, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова